Самая дорогая покупка. Если тачки нет, купи, она появится. Стесняюсь спросить, чьи тратишь деньги. Они даже женаты. Сейчас им все испорчу. У нас бесплатно девочки даже это делают. Все хотят бабла выкусить. Многовато твои обнаженки в интернете. Вау-вау. Вагина решит все вопросы. Как я сказала, пафосно. Дмитрий Нагиев классно целуется. Окс, чпокс. Когда в последний раз дралась? В метро как-то ехала и не уступила бабке место. Дай лям, и ты в финале. Чувствуешь себя лохом каким-то. Ты приехала в Москву из небольшого украинского города. Какие были твои первые впечатления? Я приехала из среднего украинского города. Это индустриальное сердце страны. Там самый большой шлюз в Европе. Там Запорожская сечь, Запорожская казачество, остров Хортица. Очень много достопримечательностей. Маленьким его не поворачивается язык назвать. Однако это действительно так. Я приехала из города Запорожье. Я окончила там школу и университет. Но родилась я в Киргизии. Поэтому кто я есть, я человек мира. Называю себя так. Я не отношусь к какой-то отдельной национальности. А какие первые впечатления от Москвы у тебя были? Я пошла в ЦУМ. Меня отвели в ЦУМ, как на экскурсию. И естественно, я там... Ну как это, эмигрант увидел мир. Знаешь, как это Кремль. Меня фотографируют. Я не понимаю, что это. Я как будто попала в какой-то карамельно-ягодный дом. Какие-то такие домики такие сахарные, мармеладные. Как будто какой-то другой мир. Изумрудный город для меня это был тогда. И мне казалось, такая необъятная страна Москва. По-другому никак не скажешь. И прям чувствую заново эту волну восторга щенящего. Визга этого. У-у-у. Москва, Москва. Классно. Монетки кидаешь, загадываешь желание. У-у-у. Кстати, сбылось у меня тогда. Да, отлично. А что за желание было? Желание было встретиться с Аллой Борисовной Пугачевой на одной сцене. Ну, так, почти. Ну, да, сбылось. И с Пенкиным выпить, не выпить на брудершафт, а микрофонами на брудершафт. Вот так сделать и спеть. Пока только выпили на брудершафт с ним, но я думаю, что еще и споем. А в целом, увиденное совпало с твоими начальными представлениями о столице? Скорее, в моих фантазиях она была намного больше. Мне казалось, что это вообще какой-то космос отдельный, вселенная. Я не знаю. И когда ты уже видишь этот город наяву, ты его трогаешь. И понимаешь, вау, ну да, классный город, воздух другой. Мне казалось, воздух более свежий. Березки другие, котики другие. Такие вот москалики бегают, пушистые. Я тогда так это называла. То есть такое у меня восприятие было. Наивниково, регионально восторженное. Вася такое. Главное разочарование от столицы? Никому нельзя верить. Нет, неправда, можно верить. Главное разочарование, ну, не всегда добро ценится. И не всегда добро возвращается от того человека, которому ты его, ну, как, дал это добро. У тебя были случаи, когда тебя кидали продюсеры, подставляли коллеги? Ну, слово кидали, не люблю. Ты так прям чувствуешься лохом каким-то последним. Ну, подставы, они даже есть не среди продюсеров, и среди подруг, и среди обычных людей, которые элементарно не могут не явиться на съемку и заподлить, пардон, испортить весь процесс. Могут так подвести. Конечно же, этого очень много. И чем больше ты вращаешься, крутишься, добиваешься успеха, ты с этим сталкиваешься в разы больше, чем если бы ты там вальяжно добивался успеха. Это есть, я думаю, у всех, у каждого это есть. Все мы кого-то подводили, все мы чья-то козь в горле. Поэтому это было, и я уверена, это еще будет. Но главная задача любого человека, приезжающего в Москву, особенно артиста, найти такую команду сплоченную единомышленников, которые с тобой в агоне, в воду, и медные трубы пройдут вместе с тобой, и тебе не придется в них сомневаться и от этого страдать. Очень важна команда единомышленников. А вот, кстати, что бы ты посоветовала молодым девчонкам, которые едут покорять Москву с целью стать знаменитыми? Девчонки, не надо сразу думать, что все, ваша вагина решит все вопросы. Многие думают, вот сейчас я найду мужика, без сомнения. Это имеет огромную роль, если ты найдешь мужчину, который тебе поможет, поддержит. Конечно, да, но не стоит сразу же, вот увидев красивую, богатую жизнь, побывав в каких-то там, знаете, бывают эти вот сопровождающие, набирают модели там, сопровождать там ужины, тусовки, консумации и прочее, да, начинают, девчонок, голову на бекрень, маленький город, как ты говоришь, там приехала сумка Leopard, да, и тут получается лакшери, лакшери, надо кому-то отдаться срочно, и сразу все наладится, да, ну нет, ну надо голову держать на плечах. И, конечно же, желательно, очень важно найти людей, которые в тебя поверят и смогут тебе помочь. А такие люди есть, и в Москве их очень много. Говорят, Москва холодная, люди не такие, все это бред, здесь очень много хороших, теплых людей, нужно уметь их чувствовать сердцем, как я сказала, пафосно. Да, у тебя есть какие-то секреты, о которых еще не знают твои фолловеры, да, поклонники, но ты готова их мне рассказать, хотя бы один. Раньше у меня был псевдоним Джоконда, этого никто не знает, очень давно еще в садике. А почему такое? Но мне казалось-то прикольно, Джо это имя, а Конда это фамилия. Ну пару раз выступила, потом забила, думаю, да не, не, зачем мне, у меня имя как псевдоним, мне не нужен псевдоним. Я стеснялась своей фамилии Окс, мне казалось, Окс, Чпокс, фамилия, можно нарифмовать чего угодно на эту фамилию, и мне казалось, не серьезно звучит, мне не нравились короткие фамилии, мне казалось, чем длиннее, тем круче, и поэтому я придумывала себе псевдоним Сара Страбанович. Потом в сборниках писали мою фамилию, она не помещалась тупо на сборник, там же когда сборники разных артистов, имена, 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 и Страбанович там просто, и в итоге меня не писали на сборниках, это был не коммерческий псевдоним. Сказали, Сарочка, успокойся, все нормально, ну вот же, все у тебя уже есть, Окс и Сара, все, классно, ты готова, звезда, звездишная. А сейчас модно, тем более, вот эти фамилии вообще короткие, наоборот, все придумывают. Это правда, и до сих пор многие, да все думают, что это мой псевдоним, и я уже даже, честно, думаю, может какое-то видеообращение сделать, уже как-то, уже одно и то же, самые распространенные вопросы ко мне, Сара, как тебя зовут, как твой настоящий, как фамилия, кто тебе там, там, Семенович и Заворотнёк, это как бы, почему думают, что они мои родственники, я их родственница, что мы знакомы, что это, что у нас потрясающее сходство. И еще вопрос у меня, ну что там на каникулах, там все по правде или по сценарию? Это самые распространенные вопросы, которые я ловлю, я уже не знаю, как на них отвечать, чтобы и что-то новенькое ляпнуть, и не обидеть человека. А тебя, кстати, бесит, что тебя вот сравнивают внешне с Заворотнёк? Очень. Причем, причем бесит не то, что там сравнивают, но меня и со Скарлетт Йохансен могут сравнить, и даже с Ларой Фабиан. Мне певица Сагдиана сказала, что я похожа на Лару Фабиан. Ну, глаза, может, не знаю. И как бы, в принципе, сравнение, в них нет ничего, наверное, плохого, если они не переходят в разряд навязчивых мыслей, которые мне закидывают каждый день, когда каждый день мне говорят, что я бегемот, и бегемот, и бегемот, и бегемот. Ну, подождите, ну, слушайте, ну, хватит уже, хватит. То есть, если бы это было дозировано, меня бы это так не парило. Плюс, если бы действительно я видела то сходство, которое бы я видела, да, ну, я считаю, что я похожа намного больше на других людей, да, которые там, чем на то, с кем меня сравнивают здесь. И меня это немножко будоражит, что у нас разное видение глазомеров. У тебя на Украине остались родственники или близкие люди? Знаешь, по секрету тебе скажу, что оказывается, правильно ведь в Украине. Это вот у нас в России все вот на, 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 даже по созвучию, нау или вукра, в Украине более плавно звучит. В Украине, в Украине. Вот, в Украине еще какой вопрос был? В Украине остались родственники или близкие люди? Ну, там осталась мама. В принципе, родственников нет. У меня родственники разбросаны Германия, там, Израиль, Россия, как-то вот так растыканные по всему миру. Поэтому в Украине что у меня осталось, это только мое прошлое, учеба, бывшие воспоминания, друзья некоторые знакомые, ну и мама. А что вот знакомые мамы говорят о ситуации после Майдана? Это и курс на Европу, и Крым, и Донбасс? Ой, такой вопрос щепетильный, интересный, щепетильный, сложный, неоднозначный. Я человек далекий от политики, да, но я недалека от, я считаю, все-таки ближе к простому народу, потому что я, ну, не ела из золотых ложек, не из меховых пеленок, да, то есть мне близки по духу проблемы человечества, обычных людей. И касаемо политики, не люблю я ее, но когда страдают обычные люди, конечно же и твои близкие страдают, и твои друзья жалуются, говорят, вот там все подорожало, кризис. Конечно же, можно понять людей, что они хотят хорошей жизни, они имеют на это право. Другой вопрос, что вот эти причинно-следственные связи, почему кто у кого что там забрал или отдал, я понимаю, почему все это произошло, и понимаю, что идет борьба за выживание отдельного государства, и хочется, чтобы быстрее закончилось, чтобы была какая-то уже ясность была, чтобы они стреляли уже, ну, решите уже что, уже что-нибудь решите, но чтобы не было смертей, детских слез. А на тебе отразилось ухудшение отношений между Россией и Украиной? Ну, честно говоря, да, у нас так или иначе, но СМИ поддерживают вот эту вражду между близкими народами. Конечно же, когда ты общаешься с людьми, у которых есть мнение на свое, у каждого оно есть насчет этих распрей, тебе в какую-то вливают информацию, многие люди ее неосмысливая поглощают в себя и принимают на веру. И даже мне порой вот сложно сказать, что я из Украины, потому что вот уже вот это все не то. Поэтому я родилась в Киргизии, я из Киргизии, чисто Киргизы, как это называется, семантически. Твой самый главный страх? Боюсь нищеты и боюсь не успеть. Сколько тебе нужно зарабатывать в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно? Ну, пока полмиллиона в месяц. А ты вообще следишь за своим бюджетом или ты тратишь деньги, как только они появляются? У меня есть копилка онлайн, короче. Я иногда кладу деньги. Ну, иногда беру, конечно. Конечно, надо откладывать, я это понимаю. Могу экономить, могу, в принципе, при желании могу выкрутиться там, прожить и на тысячу в неделю, если очень захотеть. Были разные случаи, когда действительно приходилось выживать на небольшие деньги. Но все-таки вот это вот лишение, бедность очень истощает ресурсы. То есть когда ты вынужден бороться за существование, выживать, за копеечку, как воробушек за крошкой, ходить на кастинги, там вырывать эти три рубля. Это что, жизнь? Мы же живем для других целей, для того, чтобы успеть попутешествовать, новые впечатления, открыть для себя новый горизонт, чему-то научиться, пообщаться. Ой, ну, в общем, столько у нас таких задач, когда это все заменяется поиском бабла, это уже не жизнь, я считаю. Поэтому я за то, чтобы деньги были, чтобы их тратить, их нужно тратить, это же энергообмен, ну, как бы деньги должны двигаться. Но при этом, конечно, надо и копилку делать. Мало ли что в жизни бывает. Заначка эта святое. Твоя самая дорогая покупка, ну, скажем, за последние полгода? Так, ну, несколько их там всякие там шубки, не знаю, макбуки, майфоны. Ну, что дороже было? Самое дорогое. Сейчас, подожди. Не, ну, дороже, конечно, вышел альбом. Альбом новый. Полмиллиона стоил. Ну, нифигово. Нифигово. Ну, вот нифигово у нас аранжировщики так делают, берут денежку. О чем мечтаешь, но пока не можешь себе позволить? Материально. Материально. Мечтаю о своем доме, чтобы он был только мой. Мой, мой, мой. И большой, большой, и красивый, красивый. С охраной, и с колокольчиком, чтобы позвонить в колокольчик, и садовник, и сказать, пострижен ли мой газон сегодня. Вот так вот. Ну, пока вот мечтаю. Подпишись на мой инстаграм. Есть какие-то знаменитые звездные соседи? Есть, но я о них не знаю. То есть не знаешь, кто? Ну, у нас не приятно друг к другу стучаться так. Не общаетесь с соседями? Ну, судя по джипу с охраной, кто-то выезжает, ну, наверное, есть тут интересные люди. Чем жизнь на Рублевке отличается от жизни в условной Балашихе? Качеством и уровнем жизни и уровнем доходов. Скажи честно, сама заработала на этот дом? Заработать можно по-разному, ведь? Угу. Значит, сама. А сколько стоила покупка этого дома? Это секрет. Ну, наверное, немало. Я сама покупала этот дом. Я же так, я больше отвечаю за платьишки, да за помадки. Сколько зарабатываешь в месяц в среднем? Зарабатываю меньше, чем трачу. Угу. Стесняюсь спросить, чьи тратишь деньги. Трачу вообще. Не успеваю записывать на что. Только трат много сейчас. Ты довольна своей внешностью? Ой, мне всегда хочется улучшить что-то в себе. Но я понимаю, глядя на тех, кто рядом со мной, окружение, девочки, мне повезло однозначно больше, чем некоторым. Ну, слава богу, каких-то явных уродств нет. Единственное, когда насмотришься на инстателлочек, начинаешь думать, боже, какие все красивые, какой я урод. А потом понимаешь все фишки, как правильно делать фотографии до инстаграма, и понимаешь, что тоже классный чувак, еще красавчик. А пластические операции делала? Нет. Никогда? Ну, татуаж не считается же. Нет. Нет, значит нет. Ну, вообще отлично. То есть в этом плане, что сиськи, попка, все, слава богу. Ой, простите, на месте. Есть чем быть довольной. Ну да. Хотя мне недавно предложили за пост в инстаграме сделать сиськи. Если кому-то надо, я могу перекинуть контакты за рекламу. Реально, реально. И жопу, и сиськи сделать можно. Твое сердце свободно? Оно занято перекачиванием кровищей по организму без выходных. Ну, конечно же, оно пока... Ну, как бы... Я люблю этот мир, я люблю всех людей, но у меня есть человек, которому я стараюсь поклоняться и служить. Иными словами, конечно, слава богу, у меня есть. Намолила. Долгое время была в поиске. И молюсь, надеюсь, что это навсегда. Песня у меня есть такая просто. Навсегда. Женское счастье от Сары Окс. Это? Баланс в личной жизни и творческой самореализации. Какого склада характера должен быть мужчина, который сможет жить с женщиной, занятой с утра до ночи различными проектами? Он должен с ней быть в одной упряге, кататься, быть ее менеджером, продюсером, быть с ней в одной упряге. О, вот так. Скажи честно, у тебя были романы с людьми из шоу-биза? Да. А серьезные отношения? Вообще были, конечно. Именно вот с людьми из шоу-биза? Были. Были? А с кем? Они тоже женаты. Я за ним все испорчу, все их семья. Пусть живут счастливо. Пусть в догадках будут подписчики наши. А есть какие-то мужчины, которые тебе сейчас наиболее импонируют из шоу-биза, известно? Боже, кто же у нас из... Мне кажется, Михайлов. Вот как он поднялся, вот молодец чувак. Боже, такое время красиво. Очень интересный у него взлет, история его успеха. Он не вдохновляет своим успехом. Несмотря на то, сколько на него грязили, или сколько там обсуждали, и как вообще это все... Как его не пытались пародировать, издеваться, он, конечно же, молодец. Вот это вот прям для меня пример для подражания. Женщина интересует. Дмитрий Нагиев классно целуется? Стандартно. Моя подруга просила спросить, а на ощупь он как? На ощупь? Поцелуй, да. Качок? Брутален, активен. Все, довольна. Не буду раскрывать, какой зовут, а то он меня вообще убьет. Да, ладно, еще пусть. Бывали у тебя случаи, когда к тебе приставали прямо на съемках? Конечно. Не раз. Еще как. Актеры. Всякие там, съемочная группа. Ну, некоторые лайтовые это делают, некоторые прям вообще готовы все увезти тебя на край света. Ну, еле-еле от таких, блин, от... Всякое бывает, в общем. Многовато твои обнаженки в интернете. Ты любишь откровенные фотосессии? Думаю, что у Молли ее в разы больше. И у Брежневой, кстати. Ну, это мне с кем сравнить, конечно. Да, но касаемо, опять же, что назвать обнаженкой? Слегка, этот, оголенные плечи, голых сисек нет, соски закрыты. Вагинка закрыта, все закрыто. А все, что касается... Ну, мы же ходим на пляж, мы же загораем, купаемся, никто не говорит обнаженкой. Ну, то есть, скажем так, были проекты «Счастливый конец» на канале, там, на одном. Была съемка в Макси, была модельное прошлое, где снималась для производителей купальников и нижнего белья. Да, то есть, эта работа, это коммершиал съемка, да. И это то, что, конечно же, чаще всего смотрят некоторые поклонники. Поэтому эти подпубликации поднимают наверх частые просмотры. То есть, это ощущение, что их много, на самом деле, просто вот этот сгусток, который был, самый просматриваемый контент, по мнению там, да, пользователей. Поэтому он у нас наверху самый первый, потому что я уже лет пять вообще не участвую ни в каких вот таких, ну, там, даже в купальнике не фотографируюсь, ну, не считая Инстаграма. Поэтому я думала, почему вот уже сколько лет, и я уже, только у меня серьезных проектов, была там вся такая модная, одетая и всякая, а выпадают-то вот эти фотографии. И потом я поняла, что в Яндексе именно, если вот там гуглить, гуглить в Яндексе, то там вот такая система, что сначала самый популярный контент, а потом все остальное, новый, не новый. Поэтому надо что-то делать мне с поклонниками, чтобы они другие смотрели публикации. Поднимайте мне наверх другие публикации, мои песни, черт побери, у меня же новый альбом, пульсар, этника, коммерческая этника, рекомендую послушать. Это музыка для твоей тачки. Если тачки нет, купи, она появится. Это мой маркетинговый ход, короче, что покупали. Когда ты начала петь? Лет с 13 я начала сначала писать музыку, так получилось. Музыка, потом уже, ну, есть музыка, значит, надо что-то и петь кому-то, а петь кому? Мне. Я начала петь. В пятом классе мне сказали, что голоса у меня нет. Вот, а уже, пардон, в третьем классе, а в пятом говорят, что голос хороший прорезался. Участвовала в музыкальных конкурсах, в школьных, вот эти вот все музыкальные там проекты местного разлива. Потом, конечно же, участвовала в школьных, университетских ля-ля-ля мероприятиях, пели, да. И вся эта самодельность, это все было поэтапно. Конечно же, я пела, ну, вот по-серьезки, по-серьезки на региональном уровне с 13 лет, с 14 даже. В лагерях там везде себя проявляла, всем нравилось, и я поняла, что вау-вау, надо как-то дальше двигаться, это мое. А ты помнишь тот момент, когда ты решила стать известной певицей? Ну, вот прям захотела, все, хочу, хочу. Наверное, когда словила хайп, как говорится, хапнула хайпа на конкурсе красоты на одном из, в детском лагере, в пионерском, ну, не пионерском, детский лагерь, когда толпа там, местная толпа там, ну-ау-ау, хлопали, аплодисы, призы, ленточки, победа, классно, хвала. Мне всегда этого не хватало по жизни, когда я это словила, я поняла, что я хочу этого всегда. А ты сама пишешь себе песни? В 90% случаев сама пишу, но авторы предлагают свои проекты, песни, с некоторыми я сотрудничала. Андрей Фролов, это автор, который написал «Ловите песню на Титанике», очень талантливый автор-песенник, и он подарил мне две песни «Город без солнца», и «Это мой стиль», «Это мое время». Вот такая песня, тоже очень классная песня у него. К чему стремишься как певица? Какие-то мечты и цели? Стать звездой федерального масштаба, то есть перескочить на новый квантовый уровень развития, соответственно, чтобы больше твои песни слышали, узнавали. Если в этом не поможет интернет, если я стану известна через интернет, я буду только рада этому. Уже не делаю ставку на телерадио, то есть будет и будет, но не гонюсь за ними больше, так как и с запечатанными изданиями. Пока я вся углубилась в интернет, лишь иногда высовывая голову для музыкальных проектов а-ля «Голос» и так далее. Но понимаю, что еще работать и работать, потому что конкуренция велика, появляются новые артисты, новые имена, и нужно всегда быть на плаву, держать хвост павлином вверх, чтобы тебя замечали, видели. Кричать громче всех надо, короче. Ты участвовала в нескольких проектах по поиску талантов, назовем их так. Да. А твое мнение, там реально честно выиграть или заранее все спланировать? Я думаю, можно и честно выиграть. Можно, это случай, это шанс, это лотерея, это лототрон. Потому что вот мы артисты, там такие хомячки, шарики, прыгаем, прыгаем, каждый что-то хочет, хочет. А раз, рука достает кого-то одного, и хэзэ, как она его достает? Вот как так получается, что этот человек победил на конкурсе таком-то? А тот не победил, хотя, ну, объективно кажется, у этого голос круче, чем у этого, и победил тот, который слабее, как вроде, как кажется. И я поняла, что это смесь удачи, смесь упорства того артиста, который, да, вот постоянно двигается, двигается. И, пожалуй, ну, каких-то данных, приобретенных или природных, то есть если человек интересен, зажигалка, там что-то у него есть фишка, да, изюминка, он не может не выстрелить, если захочет. А тебе самой поступали предложения, ну, типа, дай лям, и ты в финале? Нет, даже больше скажи, мне даже никто не предлагал переспать за популярность. Отвечаю, я еще так удивляюсь, все говорят, вот, ну, с кем-то переспать, стать известной, покажите мне этих людей, если так все просто, ну, все бы были звездами, ну, не так разве? Ну, что такое вот, ну, переспи, стать звездой, это же очень просто. У нас бесплатно девочки даже это делают, да, ну, то есть, ну, бред полный, нелогично. Может, конечно, кто-то это и делает, но мне такие предложения не поступали. Я, конечно, даже не знаю, комплексовать ли мне или радоваться, но факт остается фактом. Я не получала такого рода предложения. Заплатить, конечно, если не говорить о финале, там, пройдешь в финал, просто все хотят денег, все хотят бабла выкусить у тебя, естественно. И к этому нужно спокойно относиться, но... Ну, на кастингах есть такое, что, вот, допустим, голос не очень, но проходит, и есть подозрение о том, что все-таки там... Даже по любасику, я думаю, да, конечно. Ну, опять же, может быть, не сколько деньги, сколько там какие-то связи, контакты, дружбанство, кумовство, без этого же никак. Ну, почему у нас на проектах, бывает, проходят люди, артисты, которым, в принципе, там, нечего делать на этом проекте, да, ну, допустим, голос, да, что уж там... Приходят друзья, родственники, наставников, приходят люди, которые уже засветились, которым уже, в принципе, ну, голос для них, это как шаг назад. Ты прошла на кастинг-шоу «Голос». Да, я дошла до слепого прослушивания, как минимум, и чтобы пройти слепое прослушивание, нужно еще пройти несколько кругов ада. Пройти онлайн-кастинг, потом живой кастинг, потом, чтобы тебя не слило голландец смотрит, а потом некоторых сливает после даже отбора, потом выбор песни, потом репетиция с оркестром, потом репетиция с костюмом, и только потом слепое прослушивание. Ты сама выбираешь, ты можешь хоть частушки исполнить на этом слепом прослушивании, или все-таки тебе там подсказывают, указывают, что ты будешь петь? Кто-то... Мы все приносим свои материалы, которые хотели бы исполнить, они отслушивают, и, в принципе, большинство поет то, что они хотели, да. Некоторых направляет конкретно. Что касается меня, мне просто навязали песню, которая совсем не для голоса, ну, абсолютно. Ну, мне пришлось этой песней изрядно помучиться, и что из этого вышло, вы узнаете уже, посмотрев эфир голоса, который будет вот на днях. Тебе нравится сниматься в сериалах и кино, или это исключительно для заработка? Нравится, когда и заработок, и интерес совпадают, потому что, когда ты работаешь за чуть-чуть, тебя не уважают. Почему в твоей фильмографии еще нет каких-то значимых ролей, или ты не согласна с этим утверждением? Ну, конечно, значимых ролей еще, может быть, нет таких, чтобы прям за них Оскара, да, тебе вручили. Но касаемо вообще значимости и известности, она настолько относительна. Для кого-то я звезда, прям 100% для кого-то, я не пойми кто. Поэтому я работаю над тем, чтобы как можно больше охват людей понимал, что такая вот личность, персона есть. А какой ты роли мечтаешь? Может быть, смотришь, да, какой-то фильм, и думаешь, вот бы мне такую роль сыграть? Есть такая роль. Мне очень нравится играть героинь, которая вот отыгрывает разный калейдоскоп чувств. Например, вот есть такой сериал, ну, был, две судьбы, где там одна героиня яркая такая вся, скатилась там, стала алкоголичкой, потеряла все, такая была завистая. То есть мне интересно играть персонажей, у которых разный, разный калейдоскоп чувств, эмоций, когда они едва дают на дно, потом пытаются выкарабкаться, вот эти пороки играть, и даже оправдывать эти пороки мне нравится при съемках. Твои самые любимые актеры? Джонни Депп. Ой, вообще, на самом деле, много хороших актеров. Ой, Евгений Миронов, особенно его в Достоевском он был шикарен. Очень много достойных актеров, но в основном почему-то мне нравятся именно мужчины-актеры. Почему-то они в целом кажутся мне более талантливыми, чем женщины. Хотя у женщины от природы же дана эта актерская наша, то есть истеричность, это же все оттуда, от актерских талантов. Сколько стоит один съемочный день с АРОКС? По-разному. Ну, от и до. От и до. Ох, ну и вопросики. Ну, минимум сколько платили? Минимум? Пятнашка. В день? Да. А максимум? Много. Ну, сколько? Мне налоговая потом задрузила. Налоговая меня не поймет. Я же прячусь, я же черные конверты там, все туда-сюда у нас, вообще все, все серьезно. Сейчас скажу, потом меня посадят. Ну, прям. Белую зарплату могу озвучить, черную не скажу. Ну, белую давай. Белая? Ютуб любит цифры и деньги. Белая зарплата, ну, пусть будет 100 тысяч рублей. Сцены секса были у тебя на съемочной площадке? Да, у нас бы не позволили так серьезно все. Ну, имитация там и-ы, там, да, чуть-чуть было. Флирт там, типа, чуть-чуть раздевашек. Ну, особенно сейчас уже сточили все теоретические сцены. Даже без лифчика нельзя сниматься. Поэтому, ну, учитывая, что я играю стерв, каких-то таких манипуляторши такие, да, они же любят на этом, как бы, мужчин сводить с ума. Поэтому мне иногда дают, давали сценарии с такими вот моментами, да. Пикантными. Пикантными, но они, подача была максимум, вот, пиджак сняла, все. А вот как ты себя чувствуешь в таких пикантных сценах? Мне очень некомфортно, поэтому я уже давно не участвую в этом, ну, как, я бы не участвовала, но я отказываюсь от любых подобных сцен. А вот мне всегда интересно было, вот, с партнером целуешься, или какая-то такая сцена, да, там, пикантная? Да, там имитация, на самом деле. А есть какая-то там химия, вот, искра, бывает такое? Да какая искра? Он приходит, я его первый раз вижу вообще. Приходит, и надо познакомиться, серьезно, за минуту, смотришь, что за чувак, надо как-то с ним, типа, изобразить. Поэтому есть такой трюк, когда мы снимались, ну, в юмористических роликах, многие актрисы, там со мной были, вот, и Мария Шумакова из сериала «Сладкая жизнь», Екатерина Мадолинская, тоже очень известная актриса, у всех у нас примерно были одни и те же роли, соблазнительницы, дурочки, такие все, фифочки. И часто бывает, типа, нужно было изобразить сцену с поцелуем, и на самом деле зрителю показывается, что они реально целуются, но есть одна фишка, когда актеры вообще не целуются, они просто так наклоняются, что соприкосновения губ нет даже. Это трюки, да, это не все есть правда. А мы смотрим, мы верим. Думаете, они там сосутся, что ли? Нет, конечно, это же опасно. Ну, герпес, ну куда? Ну, реально, актеры приводят актера, а первый раз я увижу, какой вообще поцелуй. Есть какой-то любимый фильм у тебя, который ты можешь пересматривать чуть ли не каждый месяц? Сериал. Ну, пусть сериал. Сериал «Твин Пикс», сериал «Клон». Сейчас подсела, да, отвечаю, да, сериал, подсела на сериал «Великолепный век», я его смотрю первый раз и понимаю, что в тот раз я его не высмотрю обратно. Это очень много всего, серий этих сезонов. Я не ожидала, что так стряну. Ютуб-канал. Расскажи, для кого ты его делаешь, потому что я его посмотрела, у тебя на каждом видео в среднем 150-300 просмотров, а каналу уже как-никак более 6 лет. А ты не смотрела мои популярные ролики? Они набирают миллионы просмотров. Самые мои популярные ролики – это «Минута славы», набрал больше 2 миллионов просмотров. Ролик «Счастливый конец» с кичком был у меня такой а-ля СТС «Шесть кадров» с кичком. Там ролик один набрал тоже где-то больше 2 миллионов просмотров, 2 миллионов просмотров. Остальные там 100 тысяч, почти до миллиона доходит. Очень много видосов, миллионников и тысячников, прям тысячников. А те, которые ты смотришь, это новые видео. И это видео, которые мы начали загружать недавно, немножко поменялся формат. Раньше мы кидали скандальчики, жареное, пареное, интересное. Сейчас мы просто хотим для баланса, чтобы не только было вот горячо, но было и прохладненько, и свежо, и водичка, и что все было. Плейлисты есть, можно посмотреть. В стримах что, ты общаешься со своими зрителями? Или ты поешь песни, исполняешь каверы? Я общаюсь со зрителями, я уделяю каждому внимание, я признаю их статус, я их пиарю, я разыгрываю конкурсы, призы, подарки, свою подписку, я их лайкаю, я пою на их заказ, я пою свои песни, я знакомлю их со своим творчеством и с творчеством товарищей, знакомых коллег, которые приходят ко мне на съемку этого проекта и показывают свое творение, свои песни. И эти люди, поклонники, идут уже к ним косяком, смотрят этого артиста, если он им понравился, они в него влюбились. Там был Сергей Савин, у меня победитель фактор А, Алла Пугачевой, там попели, классно отвели, он человек с чувством юмора, потом часть-косяк людей пошел к нему, подписались на него, то есть я дарю людям кусочек славы, они получают, а обычным, кто сидит у меня на трансляциях, я дарю им внимание, когда читаю их сообщения, отвечаю на их вопросы, когда пиарю их аккаунты, говорю, вот такой-то человек, классный у меня Вася зашел ко мне, посмотрите, какой классный, вот он мне пишет такое-то, он есть ВКонтакте, он есть там. То есть я каждому дарю кусочек вот этой звездности, которой и внимания, которого людям не хватает сейчас в соцсетях, внимания не хватает. А как часто к тебе приходят звездные гости? Раз в неделю, по средам, в одно и то же время, с ним очень весело, потому что они дарят кусочек чего-то того, чего нет у меня. Допустим, у нас была девчонка, участница «Голоса-6», она пришла, играла на скрипке, на гитаре, пела свои песни англоязычные, очень интересный формат, и это очень делает разнообразным эфир, и еще больше людей подписывается, потому что контент интересный. Формат исполнения каверов на твоем YouTube-канале, это твоя идея? Нет, более того, я к ней относилась с недоверием, со скептицизмом, думаю, да зачем нам это надо, ну это что, захламлять этот чердак вот этими вот видосами, на что мне сказали «ЦИЦ», делай то, что тебе говорят, ну окей, ради бога, что мне сложно спеть, что ли, в Питере пить, вообще не проблемит, кстати, завтра едем петь, пропивать кавера, это наш эксперимент, это «экспириенс», я даже сказала, потому что я этого не делала, и не делала это в таком формате, когда это профессиональное видео, когда это непосредственно хиты, а не просто песни, которые там, да, известны, и, конечно же, это уже продвижение будет немножко иное, чем как это делала я. Я Ютубом вообще не умела пользоваться, да и не умею, и методов продвижения вообще не знала, из-за чего, конечно же, теряла и в просмотрах, я думаю, и в популярности. Кого из музыкантов ты считаешь своим кумиром? Может быть, в детстве был кумир? Или сейчас? От нескольких музыкантов я брала что-то свое, то есть у меня какой-то собирательный образ, немножко от Мадонны, немножко от Пугачевой, мне нравится их характер, их сила воли, их духовитость, от Лары Фабиан голос нравится, там вот, у них Юстон тембур, у каждого артиста есть что-то свое, чего хочется хапнуть, вот так это. Самый крутой исполнитель в России, на твой взгляд? Шнур. В Питере пить, Питере пить, Питере-тире пить. У тебя в Инсте 100 тысяч подписчиков, примерно столько же ВКонтакте. ВКонтакте чуть меньше. Ну, примерно там, плюс-минус. А скажи честно, накруткой когда-нибудь занималась? Касаемо Инстаграма, его ведет человек, который раскручивает Инстаграм, его методы вербовки людей, методы продвижения, я не спрашиваю, он их не говорит, потому что это же работа, это же конфиденциальная информация. Ну, не было бы движа, было бы все боты мертвые, не было бы такой вот обратной связи, меня бы не находили рекламодатели, потому что как оценить популярность аккаунта, когда тебя уже ищут рекламодатели клиники, салоны, не знаю, фотографы, что угодно и предлагают сотрудничество за рекламу. Они же тоже мониторят аккаунты на пример активности, чтобы это был живой, а не мертвый аккаунт. Соответственно, если у меня за этот месяц, допустим, было 10 предложений, значит, это неплохо, а в следующем 20, значит, рост идет и, ну, как бы все норм, все как надо. Я знаю, что у инстаграмов-миллионников рекламный пост стоит плюс-минус 50 тысяч рублей. Сколько такой пост стоит у тебя? Ты знаешь, я сейчас не загружена конкретно получить деньги за этот пост, да, там, за рекламу, потому что моя задача привлечь к себе как можно больше внимания рекламодателей. А самую большую сумму какую тебе предлагали за рекламу? Самую большую сумму мне предлагали, вот как говоришь, 50 тысяч, ну, это был алкоголь. Я говорю, no, no, big no, no, нет, выпей, я не прочь, но как-то у меня там и шкала тень меня смотрит, да, и всякие там люди, граждане, ну, у меня есть ответственность внутренняя, потому что это уже публичный аккаунт. Надо думать, что ты там пишешь, читаешь, смотришь, там, показываешь, это первый момент. А из крупных таких вот бартеров, ну, это же тоже конвертируется, да, клиника, очень такие дорогие процедуры, мне там аппаратные на лицо, там все такое, что очень таких денег стоит. Ну, удобно на самом деле так. И сейчас блиц, короткий вопрос. Опиши себя тремя словами. Эмоциональная, взрывная, хорошая. Твои три самые вредные привычки. А, вредные привычки? Люблю поспать, люблю поесть, это же, не знаю, вредные, ну, и, ну, самокопание, это привычка, наверное, да, это уже? Я думаю, что можно, да, расценить. Твое самое любимое слово? Комфорт. Самое нелюбимое слово? Напряг. Что больше всего ценишь в людях? Благородство. А терпеть не можешь? Двуличность. Когда в последний раз дралась? Наверное, в метро как-то ехала, и не уступила бабке место. Вот это да. Ну, было дело, да. Ну, да. Так она меня заволос и согнала с места. Ну, я в ответ газовым баллончиком. Там уже дальше как в тумане, но в итоге... Ужас какой. Порван пиджак был у меня. Вот это, мне кажется, самое... На самом деле, как бы, я катаюсь, ну, если у меня... Ну, ты на метро. Я везде катаюсь. Единственное, я не приемлю электрички и траллики. Вот это прям вот не мое совсем. Поэтому я там не бываю. А так, то есть, меня можно увидеть и в маршрутке, и в такси, и на кабарете, если очень надо. Ну, то есть, я весьма такой вездесущий человек. Деньги или слава? Сколько денег? Много. Деньги. Слава, она тоже будет разная, да, и нехорошая. Грэмми или Оскар? Грэмми. Золотая малина или серебряная калоша? Или серебряная калоша тогда. Калоша, да, это мое. Да, Борик? Тоже звезда наша местная, шерстяная. Борик. Борик такой, да, абрикос был. Да. Слышно, как урчать? Да, он такой урчен, отвечаю. Ему только дай поурчать. Да? Ты милота? Не милота такая. Что ты готова подарить нашим подписчикам? Давай какой-то конкурс разобрать. Ну, во-первых, я готова безвозмездно пристроить в хорошие руки наших британчиков, красивеньких котиков, коммунистичных котят. Ну, а в рамках конкурса сделай скриншот сегодняшней нашей беседы с Настенькой. Самые интересные скриншоты выложи потом в Инстаграм с хэштегом шоусаруокс и... Не шаблон. Не шаблон. По этому хэштегу мы тебя найдем на эстакаде. На лучшие подпишусь я лично буду тебя лайкать, а все остальные сделаем свой царский лайк поставим. Так уж и быть. Да? Все, участвуйте. Царский лайк. Ставь лайки, пиши комментарии и подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео. Пока!